Приветствую вас, дорогие родные сердца! И в этом видеоролике вы узнаете, и я поделюсь с тем, как относиться к ближнему, когда он упал. Дорогие сердца, каждый хочет, когда он упал, чтобы к нему проявили любовь. Но почему же так происходит, когда в нашем мире, когда часто встречаются люди, которые совершили что-то не то, по нашему пониманию, в нашем понимании что-то не то. Большинство родных, близких, людей вокруг, собираются вокруг него и, условно говоря, закидывают его камнями, гнобят его за его проступок. А что же в нашем понимании не то? Знаете, был такой прекрасный доктор, который изобрел гигиену, мытье рук элементарное. В те времена была огромная смертность, то есть роды принимали без мытья рук, без перчаток, без всего. И тут же могли перейти и отрезать гниющую гангрену ногу в этот момент. И, то есть, смертность была вот так вот, да, болезни прям переносились, была просто огромная. И этот прекрасный доктор изобрел такую прекрасную вещь, как мыть руки. Научно начинал доказывать это все. И знаете же, что произошло, дорогие друзья? Его сочли сумасшедшим, ненормальным, и даже стали психушку. Дорогие друзья, это очень страшно, что происходит в мире. От нашего невежества мы даже не разбираемся, что человек сделал, что человек изобрел, о чем он говорит. Но мы начинаем часто гнобить его, условно говоря, смеяться над ним, уничтожать его. Или другой случай. Человек жить не хочет. Он алкоголь употребляет, наркотики, еще что-то употребляет. Жить не хочет. Болеет он. Смысла жизни у него нет. Родные и близкие начинают его гнобить. Да ты не такой, да ты ненормальный. Он жить не хочет. Он в помощи нуждается. Родные и друзья. И если бы в нашем мире было такое прекрасное правило, такая человечность, как в одном африканском племени, у них, если человек совершает какой-то проступок, они собираются вокруг и начинают два дня всего вспоминать все самое доброе об этом человеке, говорить ему много добрых, теплых слов. Ведь почему человек совершает проступок? Почему, дорогие родные сердца, стремление часто дают за чем-то, за какими-то достижениями? И если мы начинаем вспоминать этому человеку все самое доброе, говорить ему теплые слова, вспоминать, что он делал в детстве, говорить, а помнишь, ты в детстве, не знаю, там, пел или скворечник построил, а помнишь, как здорово у тебя получилось выиграть тут этот диплом, а помнишь, какой ты построил в детстве крутой шалаш, ни у кого из нас не получалось, а помнишь, ты переплыл пол реки до острова, знаете, дорогие, я однажды в одиннадцать лет или в десять, доказав всему себе, решила переплыть до острова, пол реки, оби, ну не пол, может чуть меньше, мне было очень страшно, теплоходы плыли, а я пыталась доказать самой себе, что я смогу, это ненормальный поступок, да, условно говоря, но это же моя победа, маленькая такая, большая победа, я еле как доплывала, я хотела остаться, я чувствовала, что я не доплыву, потому что меня сносило от этого острова уже, я приняла вот то, что я не доплыву, уже волнение, страх, беспокойство, но все-таки доплыла, десять до одиннадцать лет, девчонки, одна, каждый из нас совершает какой-то поступок, чтобы доказать самому себе, что он может, что он лучше, что он круче, самого себя, дорогие друзья, самого себя, дорогие друзья, я прошу вас, давайте поддерживать друг друга, любить друг друга, ведь каждый на землю пришел, чтобы прожить счастливую жизнь и сделать землю чуть-чуть лучше, но иногда мы забываем это, погоним за какими-то новыми, интересными, непонятными достижениями, я желаю вам быть смелыми, мудрыми, уверенными в себе, изучать, прокачивать свой интеллект, раскрывать в себе божественный потенциал, мы все созданы по подобию и образу прекрасного создателя со сверхинтеллектом, но, к сожалению, мы так живем, что у нас есть спать, срать, жрать, простите, дорогие друзья, есть спать, срать, жрать, есть спать, срать, жрать, человек работает на работе, чтобы заработать деньги за еду, чтобы их выкакать в унитаз, и так каждый день, мы засовываем в себя тонны еды, она вываливается из нас грязными, вонючими фекалиями, мы отравляем все реки вокруг, у нас нет смысла жизни у многих, нету, дорогие друзья, нам пора работать над собой, осознавать свой смысл жизни, и я приглашаю вас, родные сердца, в интеллектуальный клуб, супер, джамп, стать интеллект-тренером, и развивать свои сверхспособности, ораторское мастерство, уровень счастья, энергию, у нас есть 8 упражнений, которые помогают поднять уровень энергии, и 3 упражнения, которые помогают не проседать уровень энергии, это обычные, простые правила, но они помогают прокачивать уровень интеллекта наш, благодарю уровню сердца, прокачать стрессоустойчивость, плакать не надо, в общем, дорогие друзья, я жду вас, приходите, родные сердца, наш прекрасный клуб, и тренером может стать каждый, от 11 лет у нас уже детки есть тренеры, до 90 лет, это обычные, важные, ценнейшие вещи, которые должен знать каждый, обнимая родные сердца, пока, 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 пока,